добрый день мои зрители ну что играем мы опять фифа и конечно же ради всех этих праздников англичане устраивают нам свой праздник и свои подарки в качестве боксиндэя для тех кто не знает думаю таких очень мало людей я объясню что такое боксиндэй боксиндэй это не коробочек как по русски переводится то есть праздничные дни подарков вот и вот эти подарки скажем так дарят нам футболист английской премьер-лиги в своих матчах то есть устраивая 3-4 тура в течение одной недели и вот завтра у нас начинается официальный боксиндэй и естественно главным матчем какого уже там 18 по он до тура получается до 18-го тура у нас будет матч между манчестер сити и ливерпулем две команды которые в таблице английский премьер-лиги занимают первое и третье место встречаются между собой в городе манчестер вы видите предварительные составы они кстати приблизительно схожи с теми составами которые будут завтра на поле хотя нужно не забывать что во время боксиндэя все эти перестановки в составах будут больше скажем так чаще точнее происходить потому что боксиндэй нужно про попытаться пройти как с минимальными потерями а вот так с кого мы играем пятизвездочный великобританец чтобы понимали а то иногда в комментариях у меня бывают задают вопросы что играл с компьютером никаких финтов не делает обостренных передач нет ребят я когда играю с компьютером я об этом объявляю а если ну вы можете посмотреть нити появляются сверху и поэтому должны понимать что я пытаюсь играть против живых человек людей если к сожалению это не удается а такое бывает что не соглашаются на матче но сразу попался согласился на эту игру играть вот то я пытаюсь как информация записывать свое видео ну да ладно значит про позицию команд сказал давайте еще чуть-чуть о боксиндэй я тоже делаю для вас свой скажем так подарок я буду записывать вот этот тур 18 максимальное количество матчей то есть скорее всего матчи всех лидеров не просто вот эту одну центральную вывеску а и другие игры обязательно запишу с участием манчестер юнайтед с челси тема посмотрите то есть еще мое видео так что еще что же такое боксиндэй и как в этом году он будет происходить проходить он будет в этом году в три тура английской премьер-лиги и один тур кубка англии так вот значит первый боксиндэй у нас то есть первый день боксиндэй состоится завтра 26 декабря и в этот день сойдут между тобой все команды то есть в один день все туры и вот эта игра вынесена на чуть позднее время как бы центральный матч и одна из игр перенесена на более ранее по моему это как раз таки манчестер юнайтед будет играть на 45 значит с следующий тур у нас состоится в субботу уже 28 числа тоже таком формате там все команды будет ходить в одной в один день собой вот третий тур у нас состоится первого января а так что если католическое рождество вы не празднуете не делают вот то вы естественно празднуете наш родной новый год с 31 на 1 и не забудьте первого числа когда у вас будет серьезное похмелье посмотреть тур английской премьер-лиги я думаю под пивко которые будут многие из соотечественников лечить свое здоровье посмотреть прекрасный футбол исполнения английской английских футболистов да и не только футболистов всего мира лучших футболистов это будет вообще очень приятно так вот 1 января тур для поклонников манчестер юнайтед отдельно скажу что будет матч токенхем манчестер юнайтед это очень круто ну значит об этих турах попозже я тоже думаю по ним буду записывать видео постараюсь заранее все сделать потому что и 1 января явно не будет не до этого вот значит про это я вам сказал и еще один скажем так тур отведенный на именно боксин дэй очень старичка пошутся это кубок англии он будет 4 января и 5 некоторые матчи вынесены 4 5 января смотрим еще и матчи футбол единственное забыл сказать что игры будут не только двадцать восьмого но и там по моему двадцать девятого то есть некоторые матчи на двадцать девятых то есть ну практически каждый день есть футбол в предпраздничные и некоторые праздничные дни потом там уже следующий тур английского чемпионата одиннадцатого января у меня например в этот день тоже праздник на день рождения юбилей даже вот поэтому то есть праздничные дни без спорта вас никто не оставляет особенно англичане об этом очень сильно постарались ладно вот так вот приблизительно будет расписание этих игровых дней вот такое оно будет что же по поводу этой игры можно сказать ну что ливерпуль в прошлом туре вы поняли наверное что я играю именно за этот клуб вот ливерпуль в прошлом туре стал лидером английской премьер лиги состоялся это за счет того что арсенал не смог обыграть на своем поле челси в приблизительно рану матча ничья меня лично порадовала как болельщика юнайтов люди опять теряют очки то есть и команды становятся ближе к моему клубу это не может не радовать здесь тоже буду надеяться на ничью на потерю очков то есть везде надо надеяться мне на ничью командах которых ничьёстер юнайтедс не принимает участия в матч не принимает участия вот такая вот ситуация сити на третьей строчке ой какой неплохой пас старец успеет тут не успеет ай прострел не удался вот манчестер сити на третьей строчке и отстаёт от либерпуля всего лишь на одну очко плотность чемпионате англии просто сумасшедшая наверное уже слышали вы интервью экспертов английских о том что им просто в этом году очень сильно повезло такой чемпионат удается у них и предстоит еще в этом чемпионате куча борьбы еще первый круг даже не закончился вот так что все счастливы все радостны что у них именно такой чемпионат происходит у нас тем временем первый тайм закончился пока обо всем об этом рассказывал счет 0-0 пока без охотных моментов но борьба борьба что вы хотели так вот одно очко разделяет команды и это очень круто поэтому этот матч будет особняком стоять если сити побеждает выходит на первое место мотивация просто сумасшедшая что сказать по поводу Ливерпуля он конечно же в этом году удивляет давненько такой хороший Ливерпуль мы не видели но заслуга в этом конечно же тренера и футболистов но отдельная заслуга и отдельно хотел бы поговорить конечно же о Фуаресе Луис как бы вам сказать человек неоднозначный каждый к нему будет относиться по-разному мне вообще кажется что он полный говнюк по жизни но это ни капельки не умиляет его достижения футболи сейчас на данный момент это лучший бомбардир чемпионата Англия кстати он с мячом точнее ему идет передача но не совсем она точно здесь побороться да лучший бомбардир чемпионата Англия забивает практически в каждом матче и пауза почему-то наш взял наш оппонент но мы пока не будем никаких замен делать подождем его вот практически в каждом матче забивает и всегда ну не всегда а частенько даже делает по дублю недавно сделал этот трик то есть вот в последней игре дубль великолепные мячи у него получаются очень техничный парнишка что там говорить это один из лучших нападающих современности но вот человеческие черты у него как мне кажется далеко не идеальны он скандалист провокатор очень жесткий вспомним историю с Иврой вспомним историю со Шкертелом по моему когда он его укусил кстати Шкертел может принять участие в этом матче у меня вот он не играет на скамейке сидит но так на самом деле вполне возможно что и будет ему играть вот так что Суарес не подарок и не в любом клубе он заиграет не в любом клубе наверное найдет сообщение с руководством такое хорошее скажем так вот такая ситуация помните еще историю как он хотел уйти в межсезонье в этом из Ливерпуля считал что они ничего не добьются и хотел перейти в Арсенал предлагал Арсенал хорошие деньги за него но вот все таки остался в Ливерпуле и теперь уже наверное пока уходить тут точно никуда не будет Ливерпуль в зоне Лиги чемпионов тем более лидер чемпионата Англии вот так вот быстро все поменялось помните кто-то недавно говорил что Арсенал уже никто его не догонит нет уже обогнали Арсенал хотя равное количество очков с Ливерпулем но все еще будет все еще будет наслаждаемся футболом давайте вернемся к игре хватит уже около футбольных вещах говорить у нас здесь по моему я я еще точно не разу не бил поворотом а мой оппонент по моему ни разу не бил ну вот он как раз паузу опять еще один раз нажимать нет гляньте я ударил два раза один даже в твор попал не знаю не помню я этих моментов у него да точно нет ударов зато он больше владеет мячом и постоянно жмет на паузу чего хочет добиться непонятно либо куда-то отходит кто-то его отвлекает либо наверное может замены делает ну что погодка у нас соответствует английской возможно может быть даже снежок будет там в некоторых городах в Англии шел снег вот и первый опасный удар от Яя Туре но чуть не ворот недавно кстати читал интервью Яя Туре как раз он попал у нас в кадры о предстоящем противостоянии против Барселоны в одной восьмой лиге чемпионов Яя Туре сказал кстати человек поиграл в этом клубе он сказал что Барселон нас боится то есть ну как я и предполагал что у Барселоны точно есть опасения по поводу получения такого противника в одной восьмой но вот Яя Туре смело заявил что их боятся и что они очень хорошо играют дома да это и есть такое дома они играют великолепно Суваросу подачу на Стариджа не дошло между него играют они дома очень хорошо по многу забивают и вот Ливерпулю стоит опасаться а у Барселоне и подавно там мотивация будет очень серьезная у Сити лиды чемпионов первый раз в одной восьмой посмотрим что они сможет против такого владения мячом Барселоны только поставить ой 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 как сейчас неплохо атаковал нападающий Ливерпуля защитника все таки мяч в Пантелеймону быстрее попал вот еще одна незаурядная личность Манчестер Сити которая в последнее время играет все время в основе вытеснив из нее главного вратаря английского футбола то есть основного вратаря сборной Англии фарта и меня как поклонника сборной Англии это конечно же история не радует фарту нужно набираться практики перед чемпионатом мира а он сидит на баночке хорошо хоть в матчах в Лиге Чемпионов в других турнирах в кубках выходит но все таки это недостаточно для того чтобы возможно придется англичанам для того чтобы в сборной придумывать кого-то еще из вратарей он может быть основным неплохой уровень игры в защите показывает наш оппонент не могу я скрыть его оборону и до чего-то более-менее опасного довести свои атаки вот только вот подобные проходы по флангам а веса и кстати вот он этот шикарный момент Старич как же так Суарес опять все сделает классную подачу а Старич выше ворота болельщики Ливерпуля за воротами уже вскочили но гола не последовало предположу что это была последняя возможность хотя вот сейчас Старич отбирает мяч пасует на Суареса и Суарес сам бьет и опять выше нет не последняя была возможность классно шведой пытался направить в дальний угол Суарес но опять выше ворот чуть передержал я кнопку скорее всего а я вот сейчас зря зря пошел к защитника думал он на меня кинется ну вот так вот 0-0 результат который я жду от этой игры вы ждете много гаоббитых мячей сказать спрогнозировать что-либо с трудом получится думаю икс Манчестер Сити будет неплохой ставкой на этот матч но это лично мое предположение вот повторы опасных моментов ну что ребята с праздниками вас наступающими еще увидимся до скорых встреч до свидания